Окей, я сегодня к вам с быстреньким включением, но не маловажным для меня, потому что я на секундочку веровал в человечество. Что если, только вдумайтесь в мои слова, что если печатная пресса окажется не настолько безнадежной. Во многом, конечно, зависит от конкретных изданий, от того, насколько именно они хотят сохранить свои права и привилегии раннего доступа с Диснеем, но все-таки, но все-таки уже прогресс. Этой ночью начали поступать ранние, но очень профессиональные обзоры от профессиональных же критиков на художественный фильм «Вечный» от Марвел, тот самый, о котором никто не помнит до тех пор, пока снова не услышит название, и потом, может быть, вспомнил, что слышал о нем последний год периодически, может быть, даже смотрел трейлеры, каждый из которых выглядел невероятно скучно и больше походил на рекламу машины или парфюм или чего-нибудь в таком духе, а потом моментально забывал снова, и по очень уважительной причине. Если вдруг их не помните, я вам не виню, но сегодня неплохой повод, потому что, судя по заголовкам, которые я читаю от нескольких самых неожиданных источников, я, кстати, хочу подчеркнуть, похоже, что «Вечные» занимают третье с конца не самое почетное место не очень любимого марвеловского кинца, которое лишь слегка превосходит такие замечательные классические картины, как «Второй Тор», например. И для того, чтобы превзойти второго Тора, стараться особо сильно, конечно, не нужно, но это намекает нам на некий уровень. Причем, если мы сейчас посмотрим на рейтинги, которые профессиональные, профессиональные, подчеркиваю, критики, этому замечательному произведению выставляют на Rotten Tomatoes, и как именно общий рейтинг менялся за последние 24 часа, то картина становится максимально подозрительной, в очередной раз намекая нам на то, что Дисней очень-очень-очень сильно хочет, чтобы этот фильм не провалился. Пока что у него, правда, не очень получается, но он старается. Даже исключая очевидные разговоры про то, что зачем вам нужно смотреть «Вечных», когда у вас есть культа с живьем, который, во-первых, бесплатный, в отличие от билетов кино, во-вторых, дает вам контент буквально каждый день, в отличие от один раз в... сколько? Сколько лет, по моим невидимым часам, люди уже просят художественный фильм по вечным? Ноль. Ну, знаете, с этой стороны, да, тогда они выигрывают, если мы по такой логике судим. Но помимо этого, обратите внимание на то, кто, какие издания пишут эти заголовки. «Вечные Марвелы» стремятся к высотам, но падают рожи, а пол очень больно. Пишет нам никто иной, как «Полигон», издание, которое славится своей неразделенной периодически любовью к разнообразию, к толерантности, ко всем прочим, громким социально справедливым словам. И ведь это именно рекламная кампания «Вечных». Посмотрите на наших разнообразных героев, посмотрите на эти 12 или сколько там их в итоге набралось человек, которые все являются представителями всех возможных рас. У нас есть и черные женщины, у нас есть и белые женщины, у нас есть и индусы. Белых так и быть тоже завезли, даже поставили на первый план, потому что мы все-таки хотим попытаться эту штуку продать, очевидно. Не думайте о том, что эти заявления выглядят немножко лицемерно. Мы пытаемся просто заработать пацаны, мы, Дисней, в конце концов, чего вы от нас ждали. Но нет, «Полигону» не понравилось, и не только «Полигону». «The Times» — название, которое вы наверняка слышали хотя бы раз в своей жизни. «Вечные» — две звезды из пяти. А постоянно идущая в каком-то непонятном направлении, запутанная и, к сожалению, очень-очень недоделанная, видимо, имеется в виду, а не буквально недокормленная. Почему? Печатная пресса так сильно любит использовать пафосные слова, которые слишком сложные для той эмоции, которую они пытаются изобразить. Наверное, потому что им нужно звучать профессионально, мы все посещали вуз, это стандартная практика, я полагаю. «Вечные» — это фильм, который ищет сценарий, но не знает, что с собой делать. Который теряется под весом собственного элитизма. Я даже не буду пытаться переводить эти эпитеты, просто идите в жопу вместе с ними. Короче говоря, может быть, это мое предположение. Когда Marvel пытается запихнуть 12 никому неизвестных ранее, не то что по комиксам, а в принципе персонажей, в свой новый оригинал контент, и успеть раскрыть их как-то или просто преподнести за один отрезок в 2-2,5 часа, это может обернуться для них боком. Казалось бы, студия, которая специализируется на гигантских кроссоверах с невероятным количеством персонажей, которые каким-то образом умудряются сработать, должны немножко понимать, что когда вы пихаете столько персонажей в одну картину, люди как минимум уже должны быть с ними знакомыми. Можно было бы использовать формат знакомства сначала с тремя вечными в какой-нибудь другой сторонней картине, и потом делать оригинал про них уже после этого. Я не понимаю, почему они залезли именно в эту бочку в любом случае. Никто не знает, что такое вечные. Я продолжаю повторять это уже третий раз подряд, наверное. Никто понятия не имеет, кто они такие. Даже люди, которые комиксы, сука, читали, не всегда могут сходу вспомнить, кто такие вечные. А я спрашивал людей, которые комиксы читали, и единственный ответ, который я получил на вопрос о том, что именно тебя завлекает туда хотя бы потенциально, это режиссер. Потому что она до этого снимала довольно интересные, местами даже культовые вещи. Чё-то там даже вот с Оскаром у неё хорошая история. Я имею в виду, может быть, она сделает что-то прикольное. Возможно. Может быть, мы получим кинцо от Марвела, которое не похоже само на себя вообще. Я имею в виду, похоже, что всё идёт к тому. Себяр, например, издательство, которое постоянно отличается своей очень-очень сильной любовью к Марвелу, даже когда он того не заслуживает. И мы к ним сегодня ещё вернёмся. Буквально пишут, что «Вечные» — это просто невероятное видение от гениального режиссёра. Амбициозная история, которая, к сожалению, не достаёт до поставленной перед собой цели. Запомните этот заголовок, кстати говоря, когда увидите от них свежий рейтинг, который стал свежим по непонятным для меня причинам, если честно. Ну что, перейдём к купленным цифрам. Я знаю, что вы любите купленные цифры, мои дорогие булочки. Вы обожаете приходить на каналы, которые говорят про видеоигры для того, чтобы узнать, кому же занесли чемоданы. А когда дело доходит до кино, я вам могу гарантировать, чемоданы заносить становится гораздо проще, потому что у кинокритиков запросы невысокие. 71% — всё ещё свежая картина, между прочим. В конце концов, 7 из 10 — это не такой уж и плохой результат, скажете вы. Ну, смотря как посмотреть. Хорошо, кстати говоря, завернул «Смотря как посмотреть». Я люблю русский язык, если вы вдруг не знали. Третье место с конца. По сравнению с такими картинами нашумевшими, культовыми, как «Невероятный Халк», у которого 67%, или «Второй Тор», у которого 66%. Я имею в виду третье место с конца — это определённо призовое место, просто не то призовое место, которое вы хотите получить в сезон, когда вам невероятно сильно нужен хит, и не такой хит, как «Шанг-Чи», который вам пришлось специально вытягивать и как-то перевирать факты, и ещё и делать его эксклюзивно кинотеатровым для того, чтобы искусственно эти цифры растянуть и сделать их типа лучше «Чёрной вдовы», у которой, кстати, до сих пор неизвестны цифры от проката на Disney+. Почему-то они решили эти более рисковые, менее гарантированные хитовые фильмы на Disney+, не прокатывать. Как так получилось для того, чтобы написать статьи про то, как «Посмотрите, Шанг-Чи побил все возможные рекорды» в Лейбор Дэй, день, который традиционно славится тем, что рекорд там побить очень и очень легко, особенно когда ты Марвел, я даже не знаю. Но погоди, Культас, ведь это же не честно, скажете вы мне, ведь все эти остальные картины набирали свой рейтинг в течение нескольких лет, и там среднеарифметическое, или как этот рейтинг именно на Роттн-Ам-Атоте вычисляется, конечно же, будет очень сильно отличаться от того, что получают Вечные буквально за первые 24-48 часов. Ну, вы в какой-то степени правы, потому что то, как именно этот рейтинг у Вечных скакал, наводит меня на очень-очень неприятные мысли, и загадочные, я, кстати, бы даже сказал, потому что начал он, ну, когда у нас первые только отметки появились, как раз с 71, и он сейчас на 71 находится. Однако, в определенный момент, а именно в 4 примерно утра, как зафиксировано данным скриншотом, он насчитывал 75%, то есть общий рейтинг поднялся аж на четверку. Это достаточно заметный прыжок, я понимаю, что обзоры все еще свежие, и, наверное, его можно было бы ожидать, но тем не менее, тем не менее, кто-то как будто бы переключил выключатель, кто-то как будто бы сделал правильный звонок и сказал, «Пацаны, так не годится, давайте-ка делать нашей картине, которая должна, сука, заработать, потому что нам нужно сообщать хорошие новости инвесторам, между прочим, особенно приближаясь к праздничному периоду, и одного только паука по какой-то причине не хватит, я имею в виду, все и так знают, что паук будет абсолютным бенгером, но они хотят, чтобы и Вечные тоже заработали хотя бы что-то, не знаю, почему именно они боятся, короче говоря, до 75% нужно было дотянуть, казалось бы, но потом он упал обратно до 71%, если мы посмотрим на 59 обзоров, которые у нас имеются сейчас по сравнению с 48, которые были на момент четвертого часа утра, то ситуация становится очень-очень загадочной, особенно, когда вы вчитываетесь в отдельные отзывы. Некоторые тезисы я абсолютно понимаю, конечно, Хлоя Жау замечательный инди-режиссер, однако, когда она начинает заниматься крупным блокбастером, все получается не так уж симпатично, как хотелось бы. Господи боже, насколько же это было скучно. Я понимаю, что Хлоя Жау только что выиграла премию «Оскар» за лучшего режиссера за свой «Номадленд», но насколько же сильно она не подходит к КВМ? Господи ты боже мой. И это, наверное, худший обзор, который я на КВМ писал за последние годы. Это, наверное, о чем-то говорит, когда трейлеры, буквальная промо, которая выкатывают для того, чтобы зацепить вас и пробудить вас интерес, уже на тот момент выглядит просто невероятно скучно. И да, я понимаю все эти постоянные рассказы про то, что они решили отойти от своей обычной формулы, что, конечно, звучит прикольно со стороны, я полагаю, но с другой стороны, когда весь ваш бренд построен на том, что все эти фильмы кайдо тонально друг на друга похожи и соединены друг с другом в общем контексте, в общей киновселенной, в конце концов, они должны быть друг на друга похожи, делать фильм, который на предыдущий не похож абсолютно никак, ну, это только звучит прикольно, по факту это, ну, херня какая-то. Вечные могут не быть худшим фильмом Марвела, ну, они не являются худшим, всего лишь третьим худшим, я имею в виду, это довольно неплохой результат, если мы задаем себе такую планку, но он определенно самый разочаровывающий. Пишет BBC. BBC, кстати говоря, прошлись по нему очень заметно, даже на метакритике. На метакритике у него совсем все плохо, имея в виду, он буквально дотягивает до пятерки потихоньку. И да, мы, конечно, можем найти парочку относительно положительных отзывов от типичных представителей, таких как Screen Rant, например, или Los Angeles Times, которые очень-очень сильно ценят свои хорошие отношения с Диснеем, но BBC, видимо, решили пойти во банк и всего лишь шестерочку поставить. Причем мы повторяем буквально тот же самый тезис, снова, снова и снова. Вы можете почитать эти обзоры самостоятельно. Они все говорят примерно одно и то же. Если вы ищете человечность, которая для Хлои Жау свойственна, особенно если вы смотрели ее предыдущие работы, оскароносную картину на Мадленд в том числе, то здесь вы ее не найдете. Что звучит парадоксально, когда мы говорим про фильм, в котором 12 персонажей одновременно пытаются себя представить и проявить с какой-то человеческой стороны. Но у них это, видимо, не очень получается. Не потому ли, что их слишком много и они тянут все внимание на себя постоянно. В одну сторону, потом в другую, в третью и лебедь, рак и щука, короче. Похоже, что даже сам Марвел это понимает в конце концов. Если вы смотрели мое предыдущее видео по теме, то знаете, какими отчаянными способами они пытаются запихнуть людей в кинотеатры хоть как-то? Настолько отчаянными, что это даже уже иронично не смешно, они в буквальном смысле нарочно, и давайте назвать вещи своими именами нарочно, засполерили, а точнее позволили засполерить финальную сцену после титров с Гэри Стайлзом в ней, потому что у Гэри Стайлза есть фанаты. И они пойдут туда исключительно ради того, чтобы на эту сцену после титров посмотреть. Вы понимаете, насколько отчаянно и жалко это звучит? Вы пытаетесь заманить людей в кино тем, что нарочно сполерите наличие там одного конкретного актера в сцене, до которой нужно будет ждать два с половиной часа, просто потому, что есть девочки, которые заплатят деньги за билет тупо для того, чтобы это посмотреть. И они реально существуют, если что, но этим их потуги не ограничиваются. Ходят слухи и про эксклюзивные для вечных второй трейлер Человека-паука, настоящего Бэнгера, который людям на самом деле будет интересен, и Марвел это прекрасно понимает, которые типа будут проигрывать только в кинотеатрах, только перед просмотром Вечных, а в свой Ютуб канал они его заливать якобы не собираются. Мне в это верится с трудом, с одной стороны, но с другой стороны, в общем-то, верится, потому что они всеми, всеми возможными правдами и неправдами пытаются людей туда запихнуть. У них тупо нет выбора. Они прекрасно понимают, что эти Вечные никому не нужны, и на вопрос, зачем тогда вы решили в них вложиться, я лично ответа дать не могу, кроме как разнообразия, кроме как потому, что посмотрите на наш разнообразный каст. Я, кстати, видел упоминания реклам, которые они крутят на своих каналах, на Disney+, их вроде как тоже можно найти, а то, что посмотрите на наш разнообразный каст. Миру нужны новые герои, которые отражают все возможные слои общества, все возможные расы, все возможные цвета. Это сейчас модно. И да, с такой точки зрения, они, может быть, хотят это дело продвигать, для того, чтобы показать вам свои правильные настрои. Пожалуйста, продолжайте в нас вкладываться. Мы смотрим в будущее и идем в ногу со временем. Стоило ли оно того? Ну, пока же только время, я полагаю, но никто не хочет смотреть этих Вечных, поэтому, может быть, и не стоило. Есть у меня такое предположение. Ну, а дальше-то все только смешнее, остановится, когда вы вчитываетесь в положительные отзывы. Некоторые из них просто не звучат как похвала, при этом ей технически являясь. В разных степенях. Ну, вот самое, наверное, приземленное и более-менее по-человечески написанное, несмотря на то, что фильм просто давит на вас экспозиции, Хлоу Жау, тем не менее, все-таки смогла снять настоящий супергеройский марвеловский фильмец, который при этом еще и задает очень важные и сложные вопросы о том, действительно ли человечество стоит того, что его спасали. Вот это, я понимаю, глубокая тема, сука. Никто никогда раньше не делал, но для Марвела, я полагаю, что это достижение, да? Если вы пытаетесь какую-то инди-атмосферу в себя впихнуть, то, наверное, можете начать прямо сразу с козырей. Или что-нибудь вот в таком духе. Конечно, Этернлс вечные могут доставить вам хороший экшон. Правда, для многих фанатов франшизы там будет слишком много не только экспозиции, но еще и истории, которые не знают, в каком направлении она идет. И не особо понимают, зачем эти персонажи сейчас говорят, и какая-то она излишне тихая, интерспективная, если можно так выразиться. Но зато в конце будет экшон, да, зато в конце будет прям хороший такой экшончик, который вас порадует. Всего лишь нужно два с половиной часа подождать. А дальше идут бэнгеры. Чувствуется на самом деле как домашняя работа. Если ты не хочешь, чтобы весь остальной класс продвинулся дальше без тебя, то это обязаловка. Но зато в конце, когда вот все закончилось, ты рад, что оно наконец прошло и можно просто двинуться дальше. Каким образом это похвала? Почему это хороший рейтинг? Вы вообще поняли, что только что написали в качестве своей вырезки дорогие луперы? Я понимаю, что вы специализируетесь в основном на хайповых видосах на ютубе, но по-моему, по-моему вы поставили не ту кнопку, если бы мне нужно было угадать. Или вот Себиар, который я говорил вам запомнить. Вечные не такие уж и плохие по меркам MCU, даже можно назвать их одними из лучших. Не в том плане, что в самом-самом топе стоят, а в том плане, что вот есть похуже, а есть получше, и эти из тех, которые получше. При том, что заголовок, которые мы у них читали, то, что вечные вроде как и пытаются быть амбициозными, но в итоге это не работает. Я получаю очень смешанные вайбы. Я не очень понимаю, откуда берутся такие оценки у некоторых из этих положительных отзывов. Как будто кто-то в какой-то момент их поменял, как будто кто-то сделал звонок в определенный момент и сказал, пацаны, так дело не пойдет. Хотите ходить на пресс-показы дальше? Будьте, пожалуйста, любезны поставить нужную кнопку. И они поставили. Хотя сам текст посылает не такие уж прямолинейные вайбы, мягко говоря. И знаете, в какой-то степени я рад тому, что критики, несмотря на типичную для них лояльность, пытаются быть честными хотя бы в какой-то степени. Конечно, они не могут запихнуть это ниже 50, потому что тогда уже реально шапки полетят. Но они все-таки пытаются сказать, что ну блин, как-то скучновато, как-то вот это не похоже на то, что вы обычно делаете, но в плохом смысле. Как-то может быть не нужно все-таки выбиваться из своего бренда, когда ваш бренд ценят буквально за то, что вы из него не выбиваетесь. Но это как-то звучит странно, да? Я понимаю, что они пытаются пробовать что-то новое, но в то же время они не особо пытаются пробовать что-то новое, если посмотреть на их грядущую историю, которая, кстати говоря, выглядит нихрена не выдушевляюще, если вы фанат. Я им не являюсь, поэтому мне в принципе пофигу, но что фанату КВМа остается хайповать на ближайшие года два? Хорошо, у нас есть Человек-паук, Человек-паук бесспорно будет бэнгером по причинам, которые я уже очень много раз проговаривал вслух, там просто спору нет, это будет буквально самый продаваемый фильм года. Все рейтинги на это указывают, его ждет успех, каким бы он в итоге ни оказался, а тем более из-за слухов о том, что там будет настоящий Человек-паук, а не только Хохланд. Это хорошо. Но потом у нас начинается 22-й год. И что у нас есть на 22-й год? У нас есть еще один Человек-муравей, который не пользуется такой уж большой популярностью, не собирает самые хорошие рейтинги, но он будет. Окей, Пола Рада люди в принципе любят. У нас есть Черная Пантера без Черной Пантеры, потому что он умер, там Светлая Память, все дела, но окей, я думаю, что он как минимум финансово соберет хорошо, по все тем же причинам, по которым он собрал хорошо в прошлый раз из-за массивной шейм-компании. Ну ладно, Тор будет опять очередной комедией, которую Тайка Вайтити снял, так как он снимает их постоянно со своим фирменным юмором и норме запоржут, я полагаю, но никакого хайпа вокруг себя он, если честно, не собирает. И я не то, чтобы часто вспоминал о том, что он вообще существует. Но с Доктором Стрэнджем люди будут заинтересованы, это да, его они любят в принципе. Стражи Галактики, я больше заинтересован в том диске, который у меня сейчас лежит на полке, и в который я пойду играть, как только это видео закончу. И, конечно же, Капитан Марвел 2, которую они даже не назвали Капитан Марвел 2, наверное, для того, чтобы избежать 2023 год, на мой взгляд, ошибка, потому что, по крайней мере, она могла бы собрать на той любви, которую к себе по какой-то причине заработала, но покажет только время. Хайповать абсолютно нечего, из того, что нам известно. За исключением может быть Доктора Стрэнджа, потому что его снимает Сэм Рэмми. Я имею в виду, если они хотят сделать из этого дела полноценный хоррор, ну или что-то очень близкое, настолько близкое к хоррору, насколько Марвел может подойти, то Сэм Рэмми идеально подходит на эту роль, потому что он одновременно может снимать и с трём, и комедию в одном пакете. Он действительно хороший выбор. В остальном, какая к чёртовой матери разница? Никакой, абсолютно никакой. Хайповать тупо нечего. Мало того, что Марвел растерял свой запал после Эндгейма, так ещё и закрытие кинотеатров нихрена не помогло, потому что люди начали потихоньку отвыкать туда ходить в любом случае. Хотя они, конечно, скучают, поэтому вот Шан-Чи собрал хоть как-то. Посмотрим, сколько эти вечные соберут, но с Человеком-пауком, я думаю, и проблем не возникнет в принципе. Ну и время покажет, я полагаю, но не очень, не очень положительно их будущее выглядит, не очень красиво. Но знаете, чё будущее выглядит красиво? Ваше. Ваше, мои дорогие мальчики и девочки. Потому что вы подписываетесь на канал Культа Живём, потому что вы ставите лайки с комментариями, потому что вы, в конце концов, колокольчик на все оповещения нажимаете. И спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки. Я вас лично люблю. Субтитры сделал DimaTorzok